Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня я бы хотел попробовать себя в несколько ином жанре, и это распаковка настольной игры. Не удивляйтесь, я обо всём подробно расскажу, но для этого придётся немножко заглянуть в прошлое. Итак, 99-й год. Выходит игра Homeworld. Игра была техническим прорывом на своё время. Оно удивляло необычным геймдизайном, который заключался в том, что у игрока был в распоряжении настоящий 3D-мир. Но кроме этого, она предлагала ещё очень необычный лор, который прятался не только в игре, но и, собственно, в бэке. Он развивался потом в Homeworld Cataclysm, Homeworld 2. Здесь вот вы видите наслоение того, что было накоплено за долгие годы через Homeworld Deserts of Karak и прочие вещи. Это было в своё время единственным, что можно было добыть из игры. Ну вот, настал момент, когда серию Homeworld приобрели GRBOX. И они тотчас же начали серияно развивать франшизу. Первым делом была организована компания по сбору средств на Homeworld 3, вместе с которой была обещана создать артбук по серии Homeworld. Первой и второй части, исключая Homeworld Cataclysm, потому что она была создана руками другой игровой компании. Собственно, вы видите то, что я участвовал в этой компании, и мне прислали этот вот артбук. Хорошая качественная бумага, классные картинки за авторством Роба Каннингема и Арна Камбейтс, и, возможно, некоторых других художников, Relic Studio на тот момент. Единственная проблема этой книги в том, что она горизонтальная, ее не очень удобно держать на полке. Но, тем не менее, до сих пор все эти рисунки, в том числе рисунки из ремастеров, здесь есть. Они поражают своей любовью к деталям и своей артистизмом. А вместе с артбуком прислали и серию открыток. 10 штук. И вот здесь вы видите Карен, как она выглядела до того, как ей поменяли дизайн. И было решено, что не Карен Саджет, а Имаген Саджет будет руководить экспедиции в Homeworld 3. Здесь вы видите мои тапки, но не обращайте внимания. Собственно, некоторые из этих картинок можно найти на ArtStation. Вы видите их на экране. Конечно, виды поражают воображение. А вот это, собственно говоря, оригинальная карта Галактики. Она была составлена при помощи Норт Хаунда. В принципе, как уже давно было известно, в Homeworld нету своей, собственно, какой-то цельной структуры. И Deserts of Cara, который точно так же был выпущен после приобретения GR-боксами франшизы. Как раз таки и подтверждает это. Это игра, в которой было множество редкона. Но, тем не менее, она была такой же красивой. Очень кинематографичной. И очень жаль, что по ней не было выпущено ничего физического. И даже те картинки приходится собирать буквально по интернету. Единственный артефакт, который есть вживую, это польское издание. Которое я точно так же приобрел на ebay. У кого-то там осталось еще три наклеечки. Диск с саундтреком. Хотя, кому сейчас нужны эти диски? Но, тем не менее, это очень прикольно. Как коллекционирование такое. Иметь все эти вещи. Тут даже есть книжечка с офицерским инструктажем, как играть в игру. Но, все, конечно же, на польском. Но, самое главное, что в этом сборнике было. Это не диски, не наклейки, не вот эти вот дополнительные фишечки. А вот этот вот маленький, как оказалось, артбук. Видите? Он прямо по размеру с CD-коробки. Но, тем не менее, очень жалко, что эти рисунки, эти арты, не были добавлены никуда. Не в артбук по Huawei, не выпущены отдельно. Как-то так, не выпущены где-то там в интернете. Потому что они действительно очень и очень красивые. Я бы реально хотел иметь какой-нибудь лоровый артбук. А-ля то, что сделали по Ереси Хоруса. Но только по Homeworld. Видите? Со всем этим прекрасным исполнением. Некоторые из этих работ можно найти на сайте feastofheaven.com Но, GRBOX сделала не только. Deserts of Carg. Ну, как бы, не только дала возможность сделать эту компьютерную игру. Она очень сильно начала развивать всю эту вселенную. Собственно, то, что вы видите перед собой, это ролевая игра. То есть, здесь правила. Какие-то экшены всякие. И, собственно, как только она появилась в продаже, как только на нее начали собирать предзаказы, я, собственно, и ринулся сделать один из них. Как видите, играть я не играл. Потому что меня интересовала совершенно иная ипостась этой игры. Это лор. Но, тем не менее, ту картинку, которую сделали Modifuse для этой RPG-шечки, очень приятно осматривать. Возможно, было бы интересно глянуть, как она играется. Но это уже вопрос совершенно иного толка. Впрочем, говорят, что она, как RPG-шечка, она слишком сильно скопирована с... Какой-то... Движок скопирован с игры по стартреку. Так что... Не знаю, есть ли там что-то реальное, уникальное. Или можно просто брать лор и играть по любым другим правилам, а-ля D&D или что-нибудь в этом роде. Или там... Alien RPG. К этой книжечке тоже есть претензии. Она, вроде как, коллекционная, такая, мастерская, вот, сделанная. С другой стороны, у нее там... не арта того самого знаменитого, который сделала сама Аарон Камбейт. И то, что есть на полях, оно, как бы, повторяет то, что есть на щите, но при этом в неправильном порядке. То есть правая сторона находится слева, левая сторона находится справа. И, честно говоря, хотелось бы, чтобы на вот этих вот местах, как в Alien RPG, находились карты. Карты Карака и карты оригинальной галактики Хуму. Вроде то, что я показывал на... показывал на карточке. Как видите, здесь есть куча всяких интересных иллюстраций. Не со всеми я с ними согласен. И потому, что художники — это художники. Они иногда не совсем дружат с логикой. Делают что-то интересное, красивое, но... то, что не совсем сочетается с реальностью. Ну, по крайней мере, если продумывать эту фантастическую вселенную. В книге довольно много интересных новых подробностей о лоре. Единственная проблема, что в некоторых местах не хватает вычитки. То есть, я составил... составил статью, в которой нашел все ключевые логические проблемы с этой... с этой РПГшечкой. Если вы хотите, потом можете почитать. Ну, собственно, на данный момент эта РПГ в том числе является лором одним из из источников официального лора. Ну, и что бесит, что указан знак Homeworld 2, а при этом это игра Homeworld 1. А вот, собственно, и виновник торжества. Homeworld Fleet Command. Вот это вот самая большая коробка Scaffold Box. Ну, то есть, изображен на ней этот самый Scaffold Стапеля. Вот. Сейчас мы ее будем разбирать. Угу. Соглушечки. В принципе, пустая коробка. Вот. Но зато здесь есть коробочка для кубиков. То есть, это вот на склепках этих собирается и получается такая пространство, куда кидать кубики. Это, собственно, карта. Вот такая вот достаточно странная конструкция, потому что она не по размеру коробки. Почему-то там оставлено очень много пространства. Вместо того, чтобы сделать там, не знаю, на два, на три. Ну, ладно. Четверную какую-то карту. Чуть поменьше или что-нибудь в этом роде. Они вот такого размера. Поднимать очень трудно. Вот. Я вынул, разобрал, нашел там такие кубики красные. Судя по всему, они все под дополнительные флоты. это собственно под адмиральский эдишн этой самой игры. Вот тут у нас все супертяжи. Это дополнительные супертяжи для игры, как оказалось после. Тут у нас таиданский авианосец. если говорить по правде, то модель Кэйш прикольная. Вот этих тяжелых. Я правда не очень не очень нравится вот эта идея с этими много составными плюшечками для истребителей. но вот оно такое есть. Это походу как бы невидимое. Это подставочки как раз таки. Маленькие такие втыкать. А это блямба походу для кто ходит. Честно говоря, игра выглядит так, словно ее очень сильно ставили на то, что это будет сплошное Кушано Тайданское противостояние. И вот это вот внезапное добавление туранских рейдеров Кадеши. Вот кстати дополнительная карта зачем-то добавлена. Непонятно. наград это скорее не каждая карточка на каждого юнит, а это скорее такие статы на всю расу, вот пираты Кадеша и пираты Тураников. Это их спецспособность, которая на всю фракцию. Знаменитый ракетный коровет, авианосец злоба или повелитель, в зависимости от версии. Здесь у нас карточки, которые позволяют им что-то делать свое специфическое. То есть на каждый флот есть своя колода карт, а это дополнительные, которые здесь были дополнены из скаффолд коробки. Но мы еще доберемся до этого момента. Просто я взрывал с самого начала скаффолд коробку и поэтому не знал, что здесь может нас ждать. Вообще, честно говоря, немножко кажется, что движок был из другой игры. взят и доработан до полуолда. С другой стороны, немножко не так уж и доработан. Судя по тем отзывам, которые можно найти на профильных сайтах. Ну и, собственно, сайте Modifius и в Discord. Вот и, собственно, оригинальная коробка, в которой самый базовый контент. В ней точно также находится карта. Ну, собственно, одна маленькая карта. Это вот в Минеральском издании куча карт для того, чтобы весь пол застелить. Мы это еще увидим. С одной стороны космос, с другой стороны какие-то прожбанитарские виды. Сама конфигурация такого складывания, она, конечно, очень тяжелая и легко может порваться на сгибе. Здесь у нас еще не развернуто ничего. Мешочки. Медненькие. Карты юнитов. Вот тут вот проблема уже с коробкой видна. Трудно подцепить. Трудно подцепить. Угу. Плод, спецпособности, собственно. Мамка. Тут у нас куча всяких карточек, то есть фишечек. Кораблики. Состояние кораблей. Там астероиды. Опасности. Здесь уже я начал разбирать все это и собирать, как оно должно быть. То есть это нейтральные карты, среди которых записался, затесался бентуси. Там какие-то компанейские карты. Крио Трей и оружейной платформы. Причем космическая станция из второй части. Что странно, конечно же. Это юнит Кушан. О, это наши любимые тай-дай. Рендеры, конечно, красивые. Пылевой фрегат. Фрегат защитного поля. Классика жанра. Дестроер. Эсминец. Один из самых каноничных образов Умволда. Тут какие-то карточки действия. Но это уже из разряда. Надо разбираться и смотреть, что куда. На данный момент я просто пытаюсь понять, что тут вообще есть и как это можно рассортировать. Командная колода. Командная колода. Ну а это, собственно, миниатюры. Вот у нас истребитель. То есть в оригинальной коробке у нас не все типы юнитов присутствуют. А истребители. Многоствольные. Многоствольные корветы для Кушаны. И тяжелые корветы для Тайдан. И, собственно, осоли или штурмовые фрегаты для обоих рас. Которые будут презентовать все фрегаты в игре. Ну и финалочка это авианосец и эсминец. Плюс экспедиционный корабль. Вот такого вот размера. Все это будет соединяться вместе с теми модельками из скафолд коробки. Собственно, выломав все эти фишечки. Вот здесь, кстати, виден Тайданский фазершип. Крио платформы. Выломав все эти фишечки, стал вопрос, а куда все это класть. Ну и тут, конечно же, пришли на помощь. Эти пластиковые пакетики. Единственная проблема, что разработчики игры не совсем внимали, куда это можно положить на самом деле. Ну вот, будем разбираться. Благо у меня таких пакетиков полно. Так что я сам разложил. На данный момент я форматировал вот так вот коробку. То есть это старые. А это из обычного. Собственно, вот эти вот карты, они по идее должны быть сюда. Но я решил, что лучше большое. Потому что тем более у них будет коробочка. И там уже трудно будет разбираться. Эти фишки большие. Они здесь будут кубики. Здесь вот фишечки маленькие. Вот эти вот. Вот так. Вот. И, собственно, И надо учитывать, что есть еще такие вот дополнительные. Которые тоже надо разбирать. Сейчас мы этим и займемся. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Какой-то текст И немножечко быстрого описания Быстрые правила, да А вот и компаническая коробочка Что-то внутри, сейчас мы узнаем Ну, никакого описания, это реальный экспаншн То есть, вот тут было такое описание на основной коробке Там всякие количество пластиковых деталей, карты Ну что же, давайте открывать Книжечка Наверное, самое главное, что здесь есть Хочется верить, по крайней мере, вот Еще одна карта Как будто их было мало О, две колоды Правда Непонятно, зачем Но об этом позже Ну, собственно, та же проблема Что и всегда вытащить трудно Ходится делать это За кадром Ну вот, опять куча всяких дополнительных плюшечек О, медальки всякие получились Куча всяких дополнительных штучек О, неожиданно карта апгрейда Странно, что в оригинальной этого не было Это реально что-то под синглплеер Пытались изобразить Снова карточки И Опять эти пакетики Плотные, неудобные Ну и, собственно, давайте открывать книжечку Посмотрим, это должно быть интересно Ну, содержание О, внезапно нам дали И Ионные фрегаты И Вторые типы корветов И еще бобберы дали То есть При том, что у нас есть карточки на все типы Юнитов из Хомволда Первого Но Моделик у нас Теперь всего два Типа Тут что-то Потенциально интересно Какие-то планеты И Дополнительные штуки Может быть Можно будет Попасть на Газан Четыре Там, где Тайданские империалисты Разрабатывали Оружие С бестом Но Что-то Такое Непонятно Какая-то Ресерческая Исследовательская Фасилити Ушане Тайдане Дальше В общем Гамма-Рей убила Экипаж На корабле Три героя Кушана Захватили Тайдане Картинка Хорошая Но она Постоянно Повторяется Реально Как будто Ее одну Сделали Такую Большую Красивую И все Так Что там У нас Ловушка Для Пушан Тайданская Империя Обнаружила Базу Кушана Какая база Кушана Если там Эти Токумазаши Какие-то Диверсионные Деятельности Какая-то Планета Такое Ощущение Что Всю Эту Компанию Просто Вытащили Из Другого Из Другой Игры И Переначали Под Хомволд Очень Разочарующе Ну и Финалочка Во всем Эти Во-первых Компанейские Карточки Какие-то Там Героические Например Кола Андопреш Героические Команды Фарон Маневр Какие-то Фассиники Орбитальные Отгрейды Ну и Всякое Такое Жанр Типа Мало Единственная Проблема Что Они Тут Добавили Вот Эта Колода Для Тейдан Колода Для Этих Самых Хигарян А для Обычных Карты Куда Откласть Нахрена Вы Это Сделали Да Ну и Коробочка Собственно Опять Вот Эту Не Чтобы Одну Большую Сделать Они Опять Малень Вот Но Зато У нас Теперь Есть Ладно Это Уже Было Зато У нас Есть Эти Ионики И Внезапно Смотрите Кто К нам Приехал А Бордажники Удивительно Но Факт Кроме Того Здесь Что у нас Тут Появилось Появились Бомберы 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 Ну и Какие-то Медалики Там Еще Куча Всяких Ну а Сейчас Будем Смотреть На Альтернативный Флит Флот Таидан Кусян Ну и Вытащим Вначале Все эти Коробочки А потом Уже Будем Думать Ну что Продолжаем Обзор Заканчиваем Точнее В общем-то Вот У нас Есть Альтернативные Таиданские И Кушанские Флота Ну Там На самом Деле Альтернатива Не сильно Много То есть Это В принципе Те же Самые Вот Карточки Перемешивайте Не париться Вот Командные Лидерские Там Чего-то Еще И Только Дополнительные Только Они Серого Цвета И Желтого Цвета И Фишка В том Что Тут Уже Есть Эти Маленькие Корветы И Абордажники Файтеры И Бомберы Эти Ассоли И Ованики Ну И Собственно Дестры Крузеры И Носители Ну И Та же Фигня Здесь Вот Ну Еще Куча Всяких Этих Вот Что Тут При Посылке Мне Случилось Оно Изначально Было Как Приехало Где-то Там Треснуло Но Ничего Особо Плохого Не Случилось Вот Так Вот Получается Вот Здесь Треснуло И Там Внизу В общем-то Что мне не нравится Уже Из того Что я увидел Это то Что у нас Ну Как бы Можно было И немножко Побольше Сделать Вот этих Моделек Разных Я уже Не только Ассоли Да Там же У вас Ну Ассоли Да Ионики У вас Там И всякие Другие Куча 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 Этих Корабликов Так Я не понимаю Вот Зачем Вы сделали Вот Эти Вот Коробки Для Колод Потому Что У вас До Хренища Этих Карточек И В-третьих Я не Очень Понимаю Как Вы Вообще Планировали Сделать Изначально Коробку Потому Что Все Что Я Вижу Здесь Это Как Б Вот Если Посмотреть Даже На Последнюю Открытую Открытую Это Альтернативный Флот Флота То Вот Оно Вот Как бы Лежит И Все По Дефолту Все Красивенько Но У нас Есть Еще Фишечки А Куда Эти Фишечки Девать Черт Его Знает Собственно Все Это Нужно Будет Перекладывать Перекладывать И В общем То С Финальным Ну То 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 Я Вас Познакомлю Конечно же Как И Решил Все Это Сделать Но Меня Еще Смущает То Что У Всех Эти Карточек Скорее Всего Будет Обложки Но Эти Слыб Ну Да Обложки Короче И Сразу Же Вот Эта Маленькая Стопочка Которая Под Которую Сделали Только Вот Эту Выемку Она Сразу Же Вырастет И Будет Вот Не Такая Вот А В Полтора Раза Больше Как Минимум А то И В Два Раза Больше Зависит От Толщины Пленки И Куда Мне Это Пихать Почему Вот Нельзя Было Сделать Поглубже Тут Позволяет Все Это Ну Да То есть Большие Претензии В этом Смысле И тут Смотрите Что Вот Каждый Каждой Коробочке Сделали Вот Этот Вот Маленький Слотик И Не Предоставили Никаких Альтернатив Ну Не То Чтобы Альтернатив Но Не Сделали Дополнительных Опций Для того Чтобы Как Размещать То есть Сделать Поглубже Эти Кармашки Ну Мало ли Вы Как-то Еще По-другому Захотите Или Чего-то Еще Или Еще Какие-то В конце Концов У вас Скафолд Бокс Почему Не Сделать Вариант На То Что Рассчитано На То Что У нас Будет Еще Дополнительные Вот Например Как-то Те Мазершипы Куда Ехал Класть Это Так Да Вот Так Вот Выглядит Полностью Выложенная Карта Тут Интересно Что Даже Совпадают Все Эти Ячейки Но Только На Одной Стороне Как Видите Здесь Уже Котинки Не Соблюдается И В общем-то Надо Немножечко Подравнивать Чтобы Принт Сравнялся Но Походу Это Маленькая Карта Которая Вот Только В таком Виде Могли бы Уже Сделать Разные Принты Потому Что Тут Всего Две Два Типа Два Типа Карта Имеется В общем-то Все Пришло К Такому Варианту Что Каждый Флот Каждого Цвета Лежит В своей Коробке Со Своими Кубиками Это Вот Общее Получается Тут Правда Туранские И общие Карточки И Кадешевские Вот Весь Команд Дек Лежит И Всякие Дополнительные Карточки Ну И Включаете Невидимки Это У нас Серые Умудрились Я умудрился Все Положить В одну Коробочку И Собственно Желтые Таиданские Вот Тут Еще Положили Две Колоды Для Собственно Вот Этих Вот Карт И Там Вот Этих Вот Карт Но Честно Говоря У 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 Коробка Очень Сильно Не Продумана То Есть Вот Например Я Уложу Это В В Обложке В Кармашке И Оно Явно Будет Влазить За Пределы Вот Этой Коробочки Ну 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 Да И В общем То Не Очень Удобно Подымать Все Это Здесь Вот Если бы По одному Было Тоже Не Очень Удобно Кубики Ладно Кубики Это уже Мое Изобретение Оно Вообще Было Как Так Может Здесь Вот Может Здесь Должно Было Быть Сразу Что Вот Эти Вот Большие Коробки Вот Получается Вот Эти Вот Те Флотики Не Знаю Буквочки Все Эти Я Еще Не Знаю Зачем Это Но Разберемся Вот Здесь Вот Всякие Модификаторы Звездочки Там Взрывы Медальки Периодичность Хода Затмения Какие То Ну Вот Как То Получилось Так Все Так Что Вот Это К Это Третий Ну Заключение Вот Эти Ход Это Четвертый Заключение Вот Эти Ход И Вот Этого Вот Ну Тут Очень Плотненько Пришлось Совмещать То Корвет Корвет Эти Самые К Самые Да Здесь Вот У нас Блин Ну Это Конечно Ахтунг Герлинг Ебалай Тунг Да Придумали Конечно Это Явно Склеивать И Потом Не знаю Красить Что ли Ну Как-то Так Сейчас Посмотрим Как она Будет Смотрите Вот Это Если Даже Вытащить То Оно Не Вмещается Только Вот Максимум Сюда Ну Вот Места То Нет Уже Места Тютелька Втютелька Явно Придется Все Вытаскивать Ладно Разберемся Дальше Я еще Хотел сказать По поводу Этих Очень Плотные Пакетики То есть Тут Надо Было Какой-то Более Легкое Такое Чтобы Можно Было Смять А Вот Эту Положишь Оно Все Такое Вот Прямо То есть Качеством Сборки Я не Очень Удовлетворен Честно Говорю Первый Пошел Вот Второй Не Пошел Честно Говорю Не Сработало Что Делать Видимо Придется Эти Карты Засовывать А нет Смотрите С трудом Но залезло Типа Три Коробочки Сверху В общем Я решил Остановиться На таком Варианте Пара Флот У нас Тут Пара Дополнительных Карт Вот Везде Внутри Коробка Тут Карта Тут Ну и Что-то Остается Снаружи Как ни крути Ну вот Как-то Так Подытоживая К сожалению Эта игра Не станет Подарком Для любителей Homeworld Безусловно Снаружи Она Прекрасная Красивые Арты Дизайнеры Поработали На славу Но чем Глубже В нее Забираешься Тем больше Разочарования Начиная От того Как Сорганизованная Коробка Дальше Идут Проблемы С модельками Гейм Дизайн Тоже Видимо Хромает И Лор Мог бы Спасти Ее Как это Было С Homeworld Revelation RPG Но Увы И его Тут Стать Зомби Для Каких Либо Других Игр Или Активно Наполняться Домашними Правилами Так что Вот Как то Так Спасибо Что посмотрели Этот обзор Лайки Подписки Комментируйте Если вам Понравилось И хотите Чего нибудь Еще в этом Роде Обязательно Заходите В описании Там Ссылки На соцсети И дискорд Каналы Вроде Homeworld Russian Fleet И Каператив Дружба И На этом Все Спасибо И Увидимся Где нибудь Еще Пока